Сейчас чай будем пить. В предрождественские дни члены Анинской православной общины Михайловского II Благочения приняли участие в обсуждении будущих реставрационно-встановительных работ Крестовозвиженского храма. По благословению Владыки Марка, этими работами займутся добровольцы из молодежного объединения «Реставрос», которые планируют в июле поездку в село Анино. Ребята выполнят работы по предотвращению дальнейшего разрушения храма Крестовозвижения 1760 года постройки и обеспечению безопасности вблизи храма и благоустройству прилегающей к нему территории. Год должны очень ударно отметить. Мы его должны духовно поднять на высоту, чтобы превзойти все наши предыдущие достижения. Написать Владыке Марку прошение о том, чтобы развить нашу деятельность бурную на нашей территории. К этому времени, я думаю, к лету землю уже оформлено все. И у нас уже будет вот эта вся территория, она будет уже под нашим прям вот очень качественным вниманием. На собрании произошло значимое событие. Протерей Александр Добродеев в торжественной обстановке вручил ключи от пассажирского УАЗа члену общины Сергею Пронину. Автомобиль приобретен на пожертвование членов общины и предназначен для подвоза жителей сел и деревень, находящихся в округе села Анино. Первый выезд планируется 18 января, накануне погаевления Господня. Повышенная проходимость, да. Мы его назвали «маленький ослик», такого же серенького цвета. Почему? Потому что Господь, когда въезжал в Иерусалим, Он въезжал на ослике. И вот мы сейчас торжественно Сергею Анатольевичу передаем ключи от этого маленького микроавтобуса УАЗика. Теперь он будет у нас главным, кто будет возить местное население в храм, потому что народ... Главный по ослику. Да, главный по ослику. Самое удивительное, самое чудесное в том, что вы потом, когда этот ослик у нас появится уже по нашим дорогам бегать, у нас сейчас и скорая помощь бегает, да, и что там еще бегает у вас, и полиция. А теперь у нас будет бегать еще и наш ослик. Ну, в общем, три... Вот. У него номер. Вот, номер. Вот, обратите внимание, какой номер у него. Какой же? Первая буква О. Буква Орлов. Нет, ослик. Потом три цифры идут. 8, 7, 6. 8, 7, 6. МС. Ослик, 8, 7, 6. Маленький, серенький. А почему 8, 7, 6? Ну, видимо, сам Господь устроил такой номер. Почему? Потому что 8, 7, 6 – это дни творения. Дни творения. И вот мы сейчас живем с вами в седьмом дне творения, да? Но есть шестой день творения – это тот день, когда Господь сотворил нас с вами, человека. А есть восьмой день творения, который у нас впереди, который нас ждет. Жизнь будет шестой. Да, и поэтому, когда мы будем брать то произведение творения Божие, которое было сотворено в шестой день творения, и через седьмой день будем возить его в наш храм, а храм – это же олицетворение восьмого дня творения, это олицетворение жизни вечной, и потом обратно. И тут туда и обратно, тут туда и обратно. Да. И первое крещение у нас будет, нашего ослика, на крещение. Боевое крещение, ослика будет на крещение. Именно в этот день протеерей Сергий Орлов совершит чин освящения воды. Собрание прошло под председательством настоятеля Успенского храма села Анина, протеерея Сергия Орлова. Обсуждение прошло в теплой атмосфере, за самоваром. Батюшку угощал гостей пирогами, мочеными яблоками, квашеной капустой и другими деревенскими разносолами. Одно из таких добродетелей является терпение. Любая добродетель, если ей служить, например, тому же самому терпению, это везде, там, и в работе, и дома, и вот среди своих близких людей, там. Если мы постоянно терпим, 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 терпение проявляем, то любая добродетель, она увенчивается любовью. То есть любовь – это венец любой добродетели. А любовь, она обладает таким качеством, что она не имеет границ. Если мы служим добродетели, то мы увенчиваемся любовью, а любовь – это Бог. А без Бога счастья не бывает. Мы получаем счастье, как некий такой вздул за нашу деятельность. Но вот стоит нам только проявить нетерпение, то есть перестать терпеть, и мы сразу лишаемся любви. Мы сразу лишаемся любви. А, естественно, и счастье лишилось. И радость. С наступлением теплых дней богослужения в Успенском храме села Анина будут возобновлены. А пока его прихожане по необходимости собираются у гостеприимного настоятеля в стенах уютного и благодатного Успенского храма села Березово. Наталья Быстракова. Специально для Михаилов ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова